Всем привет! Сегодня готовлю капусту закусочная. В интернете очень много рецептов со схожими ингредиентами, но способов ее приготовления и хранения еще больше. Этот рецепт проверенный, ему уже очень много лет. И кто ее пробовал, всем нравится данный рецепт. Подробный рецепт я оставлю в описании под этим видео. Итак, нам понадобится капуста белокочанная поздних сортов, которая идеально должна подходить для квашения и соления. В данном случае это мегатон и килотон, они идеальны для этого. Затем морковь, если крупная 3, если мелкая 4. Это гибрид дардонь. Следующий репчатый лук, 4 средних, 3 крупных. Это сорт шатана. Перец использую в этом рецепте красный. Очень красиво смотрится. И люблю в этом рецепте, чтобы стеночка у него была средняя. Можно, конечно, использовать перец свой, но, конечно, тогда вы этот рецепт готовите намного раньше, когда у вас есть еще свои перцы. То есть эта капуста может храниться. В данном случае, конечно, это перец покупной. Затем уксус 9%, подсолнечное масло домашнее, сахар, соль, это помол номер 1, и банки. Банки вы здесь используйте любой объем, какой вам удобен. В данном случае у меня банки литровые и чуть меньше, и крышка завинчивается. Но можно просто под обыкновенную капроновую крышку. Итак, начнем готовить. Для начала пошинкую капусту. Делаю я это обычным большим ножом. У меня лучше всего это получается. Разрезаю качан на 4 части для удобства. И шинковка у меня средняя. Не люблю крупно шинковать. Ну, а вы делайте как любите. После того, как пошинковала капусту, здесь 2,5 килограмма сладкий перец, почистить, разрезать на 4 части и некрупно нашинковать. Морковь натереть на крупной терке. Лук порезать полукольцами. При шинковании, при натирании овощей на терке, она очень острая, я использую такую перчатку. Это специальная перчатка, предназначенная для защиты ваших рук, ногтей от повреждений. Это перчатка для контакта с пищевыми продуктами. Действительно защищает. Она мне очень нравится. Я ее использую уже довольно-таки давно. Она замечательно стирается. Это уже сок перца. Я очистила перец. В уходе она тоже отличная. Капусту, морковь, перец и лук я нашинковала. Теперь нужно все хорошо перемешать. Я перемешиваю прямо на столе. И здесь же я вношу сахар. Аккуратно распределить по всей поверхности. И соль. И соль. Соль использую крупную. Это первый помол. Мне очень удобно соль и сахар вносить здесь же на столе. И затем хорошо перемешать. И затем хорошо перемешать. Очень важный момент. Когда смешиваете капусту с солью и сахаром, не сжимайте ее, чтобы сок не выделялся. Все, капуста практически готова. Сейчас я все это уберу в емкость в кастрюлю и добавлю уксус. Еще очень важный момент. Это добавление уксуса. Если вы капусту будете хранить при постоянной температуре плюс 5, плюс 6 градусов, а это холодильник, я уксус добавляю на этот объем 3 столовых ложки. Если же капуста будет у вас храниться где-то в подвале, в погребе, на лоджии охлажденной, где идет постоянное колебание температуры, то уксуса на этот объем чуть меньше 100 грамм. Это уже проверено. Затем масло подсолнечное. Если храните долго, то масла сюда не добавляйте. Я масло добавляю, когда уже капусту я выставляю на стол, то есть перед употреблением. Такая капуста в холодильнике может храниться хоть до весны. Ее можно употреблять в принципе сразу, но дайте ей постоять примерно хотя бы 3-5 часов. И уже можно ее употреблять. Теперь я добавляю уксус, как я уже сказала, 3 столовых ложки. Перемешиваю капусту. Даю ей постоять ровно 1-2 минутки. И закладываю в банки. Банки у меня просто помыты содой. Также обратите внимание, что, постояв капуста, иногда становится мягкой или образует слизь. Возможно, тогда вы использовали капусту, не предназначенную для квашения и соления. Обратите на это внимание. Также надо учесть, что пересол в капусте – это плохо. Ну а недосол делает ее мягкой. Смотрите, я сейчас слегка наталкиваю банку. Не сильно ее нужно заталкивать. Слегка прижимайте. Слишком полную я не делаю банку. Потому что еще здесь уже сок выделился у капусты. И я еще добавлю сока. Такие банки можно закрывать и под обычную крышку пластмассовую. А можно, как я, железно-металлические, которые завинчиваются. Здесь уже кому как удобно. Капуста готова. Я просто закрываю крышками и сразу же убираю в холодильник. Так она может сохраниться до самой весны. Перед подачей вам останется только полить подсолнечным маслом с запахом. Ну, кто не любит, можете этого не делать. Поэтому у рецепта выходят примерно 3 однолитровые банки. И одна, наверное, здесь пол-литровая. Может быть, чуть больше. Это очень простой, но очень вкусный рецепт. Приятного аппетита!